что вы часто своим девочкам становитесь ближе, чем их мамы. Слушайте, ну вот это, наверное, было у меня, там, без обиды для других спортсменок, наверное, это было с Женей. То есть настолько она где-то нуждалась во мне, и я ее воспитывала и учила, как краситься, одеваться, вести себя, как реагировать на какие-то шутки или что-то. В какой-то момент конфликт отцы и дети у нее со мной произошел. Поэтому, честно, стараюсь не приближать больше. Как вы тогда смирились с ее уходом? А что тебе смиряться-то? Она же ушла, это не то, что у меня был выбор. Вы же вели себя максимально дипломатично. А можно было вслед Этери Тутберидзе-то, поражение Медведева-то, напоследок-то, ой. Ну, а что, значит, зачем? И, честно говоря, меня не обидело. Просто у нее интервью было, где она сказала, что она нас умоляла оставить программу первоначальную, которая была поставлена. А вы поменяли. А вот это неправда. Она вышла со льда в Братиславе, одевая чехлы, вот так вот. Она мне сказала, я больше эту программу не поеду. Я уже из самолета позвонила Даниилу, Гохенгаузу, сказала, Даня, надо делать что угодно, но надо ставить программу. Он сказал, вы что, с ума сошли? Но не успели вкатать. Потому что вместо того, чтобы готовиться к сезону, Женя объездила все японские шоу летом. Мы вышли на прокаты в очень слабом виде. И дальше игра с весом. Потому что кто-то сказал Жене, я даже знаю кто, что она выглядит анорксично, и у нее будут маленькие компоненты. Несмотря на то, что у Жени тогда уже были десятки. Женя начала намеренно отпускать вес, и пошли недокруты. И перелом косточки. Ну, стрессовый перелом. Поэтому мы сделали вот все, что могли в предложенных обстоятельствах. Редактор субтитров А.Семкин